Улучшение архитектурного облика сельских населенных пунктов, создание дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры и объектов социальной сферы, улучшение уровня жизни. Все это результаты программы «Благоустроенное село», которая реализуется по инициативе главы государства. Очередной яркий пример – Махаля-Ташка Волчинаского района Ташкентской области в результате проделанных работ изменилась до неузнаваемости. Кроме того, реализован проект по обеспечению занятости населения. Все подробности в материале Шухрата Шакирова. На протяжении долгих лет Махаля-Тонгю-Люзе Чинацкого района Ташкентской области оставалась в тени и пребывала в плачевном состоянии. И только благодаря реализации программы «Обот-хушлок» за короткие сроки до неузнаваемости преобразился облик села. Вишен целый ряд проблем, в том числе связанных с обеспечением питьевой водой. Еще один важный вопрос – занятость населения. Здесь работал швейный цех, в результате чего постоянным рабочим местом обеспечены 90 человек, в основном женщин. Обновляется социальная инфраструктура, сданы в эксплуатацию дворец культуры, детский сад, банный комплекс. Полномочные организации и ведомства оказали содействие благоустройства и жилья 44 малобеспеченным гражданам. Немаловажное значение имеет широкая разъяснительная работа по доведению до населения сути проводимых реформ, созидательных процессов, на что и направлен проект «Культура благоустроенного села», реализуемый Министерством юстиции совместно с рядом заинтересованных органов. Чтобы менялось мировоззрение людей, повышалась правовая культура, усиливалось чувство сопричастности к происходящим вокруг позитивным изменениям. В рамках таких просветительских мероприятий Дней правовой культуры организовываются выездные приемы граждан, изучаются проблемы и принимаются необходимые меры по их решению. На основе программы «Каждая семья предприниматель» провели бизнес-тренинги, посвященные эффективному использованию приусадебных участков. Проведена разъяснительная работа по рациональному использованию газа, электричества и воды, соблюдению норм санитарии и гигиены, организации собственного дела в предпринимательстве. При этом использованы свыше 500 буклетов и других наглядных пособий. А по результатам проведенной ярмарки труда трудоустроены 100 граждан. Вместе с тем работает праздничная ярмарка, где представлен широкий ассортимент продовольственной продукции. Интересно прошли соревнования по нескольким видам спорта. Продумали концертную программу и для самых маленьких жителей Махали. Малообеспеченным семьям, нуждающимся в социальной защите, лицам с ограниченными возможностями вручили газовые плиты, стиральные машины и инвалидные коляски. Озаренные лица соотечественников как отражение простой истины. Люди должны видеть результаты реформ, перемены на собственном примере. А значит меняется их отношение к жизни, которое излучает свет и тепло.